Усадьбы Захарова и Веземы – поэтическая родина Пушкина. Здесь прошло его детство. Они принадлежали князьям Голицыным. Официальный статус княжеская резиденция получила только в конце 80-х годов 20-го столетия. Правда, перед созданием музея объекты культурного наследия нужно было привести в порядок. Здесь были в руинерном состоянии многие памятники. И какие-то были находились еще организации. Надо было их освобождать, надо было реставрировать, надо было собирать экспонаты. За прошедшие годы музей-заповедник занял достойное место в кругу пушкинских музеев России. Сумел вернуть свой неповторимый облик. В этом году ему исполнилось 35 лет. К юбилею основательно подготовились. Отреставрировали дворец, главный корпус, восточный и западный флигели конного двора, восстановили внутреннее убранство залов. В парке очистили пруд, модернизировали лодочную станцию. Для удобства посетителей обновили музейную навигацию. Установили четыре смотровые площадки. Мы наконец-то закончили в этом году последний объект культурного наследия, реставрацию его, который мы завершили. Это здание Риги 18 века. Здание, которое очень много пострадало в свое время. Там и магазин был, и склад, и баня была. Но сейчас это очень красивое здание. Одно из красивейших зданий у нас в музее. Сейчас в коллекции музея 18 тысяч экспонатов. Не прекращается ни на минуту и научная работа. Конференции, издания исследовательских сборников и книг. В следующем году у музея-заповедника еще один юбилей. 225-летие со дня рождения Пушкина. Его сотрудники уже готовят много интересного для посетителей. Дмитрий Потапкин, Карина Ерешева, телекомпания Одинцова.